Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о Некроманте, который будет играть с этим Милость и Нария и наносить урон с помощью ныне Кольцо Смерти. То есть, дорогие друзья, у нас сегодня тот Некромант, которого, в принципе, наверное, многие ждали с самого его релиза. Так как в Диабол 2 один из популярных Некромантов был Некромант Питавод, но второй Некромант это как раз тот, который атаковал подобным скиллом. Так вот, после изменения сета и Нария, после изменения нескольких предметов, данный билд заиграл. Не на топовом уровне, но относительно высокие порталы этим геймплеем бегать можно. К тому же само умение Кольцо Смерти будет запускаться не напрямую, оно будет запускаться при поддержании другого скилла, вампиризма. Другими словами, у нас на панельке скиллов фантомно появляется еще один дополнительный скилл. Ну что ж, и если вас такой геймплей интересует, то давайте разберемся и с билдом, и с кипировкой. Поехали! Ну что ж, на себя мы будем надевать весь сет Милость и Нария. Это перчатки, напрячники, шлем, броня, штаны, а также ботинки. И у нас будут запускаться все три бонуса данного сета. Первый бонус будет повышать наш урон от умения Костяная Броня. Второй бонус повышает нашу защиту. То есть мы будем получать на 2% меньше урона за каждого затетого противника умением Костяная Броня. Ну а третий бонус как раз таки будет повышать наш урон. Что от смерча, который будет создаваться Костяной Броней, что в принципе от любых наших скиллов. Следующий сет, который нам пригодится, это Бесконечный Поход, который состоит из Кольца и из Амулета. И он будет бафать наш урон, когда мы будем находиться на месте, а также бафать нашу защиту, когда мы будем двигаться по порталу. На втором пальце у нас находится Кольцо Собрание Стихии, для того, чтобы раз в фазу Кольца поднять свой физический урон. В качестве пояса мы используем Путы Дайнси, для того, чтобы получать меньше урона от проклятых противников. На запястьях у нас находятся Древние Защитники Парты. То есть мы благодаря этим наручам будем повышать свою защиту. В зависимости, конечно же, от количества оглушенных, ну или же замороженных противников вокруг нас. В нашей главной руке находится Коса Сыкла, и она будет повышать наш урон от умения Кольцо Смерти под действием Костяной Брони. Ну а во второй руке у нас находится Филактерия Железная Роза. Ну и благодаря этой Филактерии, когда мы будем поддерживать умения Вампиризм, с вероятностью 50%, у нас будет запускаться наше умение Кольцо Смерти, а именно с руной Кольцо Крови. Из самоцветов предлагается использовать Проклятие Плененных, Проклятие Порженных, ну а также Желудок Жарозверя. Теперь давайте посмотрим, что у нас находится в кубе. Рубрика Бижутерия, и там у нас Кольцо Приговор Крисбина. Но это кольцо будет помогать повышать наш урон по тем противникам, на коем висят эффекты контроля. Рубрика Броня, и там у нас Кераса Акилы, для того, чтобы получать на 50% меньше урона. Ну и в рубрике Оружие у нас располагается двуручная коса Клино Кровавого Прилива. Ну и благодаря этой косе мы тоже будем повышать наш урон от умения Кольцо Смерти, за каждого противника, который находится в радиусе от нас 25 метров. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших предметах. Основной наш урон мы наносим с помощью умения Кольцо Смерти. Поэтому повысить урон от этого скилла мы можем в трех предметах. Это в нашем шляпе, в наших ботинках, но также если получится Филоктерии. Кольцо Смерти будет наносить физический урон, поэтому поднять физ урон мы можем в двух предметах. Это в нашем амулете, ну а также на ручах. Но также дополнительный в этом геймплее нам не помешает такой показатель, как КДР, то есть уменьшение времени восстановления умений. Для того, чтобы быстрее откатывать наше умение от царства мертвых. Поэтому, если есть возможность, ролите этот параметр во всех возможных приметах. В перчатках, на плечниках, в одном кольце, во втором кольце Филоктерии, ну а также в косе. Также КДР мы можем поднять с помощью бриллианта в нашем шлеме. Ну это все, что касается экипировки. А теперь давайте разберемся с билдом. Итак, пассивка польза проклятий будет повышать наш урон. Последняя услуга это наша воскрешалка. Одиночная броня дарует нам дополнительную защиту, но осила крови позволит нам откатывать быстрее умение, когда мы будем получать урон. Теперь давайте разберем наши активные скиллы. Кольственная броня и смятение. С помощью этого скилла мы будем, во-первых, повышать свою защиту. Во-вторых, контролирует противников, навешивая на них оглушение. Но в-третьих, бафать наш урон от умения кольцо смерти благодаря нашей косе цикла. Пожирание и руно-каннибализм. С помощью этого скилла мы будем поглощать трупы, восполняя себе здоровье. Царство мертвых и изморозное царство. Этот скилл будет замораживать всех противников, а значит будет запускать кольцо переговорки из бина. Кроме того, по действиям царства мертвых мы можем без проблем использовать умение пожирания. То есть нам не нужны трупы. Кровавый рывок и уплотнение ткани. С помощью этого скилла мы будем уворачиваться от атак противников. Ну а также после каждого прыжка мы будем повышать свою защиту. Проклятие хрупкость и аура хрупкости. По действиям это проклятие, протейники, запас здоровья которых падает меньше 15%, будут моментально уничтожены. Но теперь это проклятие будет работать по принципу ауры. То есть нам его не надо прожимать, оно работает постоянно автоматически. Ну и последнее умение это вампиризм и рун на похищение жизни. Это наш генератор, на использование которого в принципе не требуется ресурс. И он нам будет помогать нас выхиливать. Кроме того, когда мы будем поддерживать это умение, с вероятностью 50% будет создаваться кольцо смерти. Ну это все что касается нашего билда. А теперь давайте разберемся с геймплеем. Что касается геймплея, дорогие друзья, то он предельно максимально простой. Для начала вы должны понять пару моментов. Во-первых, если вы хотите, чтобы ваше умение кольцо смерти наносило больше урона, на вас постоянно должен работать баф от костяной брони. Потому что пока он работает, ваше кольцо смерти будет наносить больше урона. Ну и естественно, этот баф нам нужен для того, чтобы и повысить свой урон, а также для того, чтобы повысить свою защиту. Кроме того, для данного некроманта идеальная ситуация та, когда возле нас находится как можно больше противников. Потому что чем больше противников будет находиться возле нас, естественно, тем больше кольцо смерти будет наносить урона. Во-первых, благодаря косе, которые находятся у нас в кубе А во-вторых, благодаря нашей пассивке Которая гласит, чем больше проклятых противников находится возле нас Тем больше мы будем наносить урона А проклятые противники будут возле нас находиться постоянно Так как наше проклятие работает по принципу ауры Значит, в одной и второй ситуации нам нужны толпы И мы будем находиться в эпицентре этой толпы То есть, дорогие друзья, нас одиночные противники не интересуют Нас интересуют толпы И, естественно, желательно, чтобы в этой толпе еще были и элитные противники Для того, чтобы получать дополнительный прогресс в портале Как только мы в эти толпы попадаем, мы естественно начинаем поддерживать наше умение вампиризм Ну и будут создаваться эти волны, эти кольца смерти Чем больше противников возле нас будет находиться, естественно, тем больше урона наш некромант будет выдавать И вполне возможно, что некоторые противники будут погибать Но и тут будет проявляться пару моментов Во-первых, насильнее будут создаваться трупы И если вдруг вас будут поражать, вы можете использовать умение пожирания Для того, чтобы восполнять себе здоровье Также, когда вы будете убивать противников, на земле будут появляться такие оранжевые круги Это оранжевые области силы И вот находясь в этих областях, некромант будет наносить больше урона Поэтому, как только эта область появилась, сразу прыгайте туда Напоминаю, что эти области появляются, потому что на вашем спутнике должно быть такое кольцо, как персень ока Но как раз таки это кольцо позволяет эти области и создавать Время от времени, когда вы будете сражаться с противниками, можете прожимать еще и кровавый рывок Дабы дарывать себе дополнительную защиту в виде брони Но вот уже, если захотите себя усилить Допустим, при битве с элитным противником Или, допустим, с боссом, можете прожимать еще и ваше морозное царство Морозное царство лучше прожимать, когда на кольце собранной стихии появляется стихия холода После холода будет баф на увеличение физического урона И вот тогда ваш некромант будет выдавать как раз таки максимальный урон Ну и если в этот момент времени возле вас будет внушительная толпа противников То она будет очень быстренько сваливаться Также, дорогие друзья, не забывайте про умение костяная броня Потому что баф этого скилла при наличии косы цикла будет очень быстренько заканчиваться Поэтому вам этот скил лучше использовать по откату Ну и естественно при наличии противников Во-первых, для того, чтобы этот скилл постоянно работал Во-вторых, этот скилл тоже будет наносить какой-никакой урон Ну а в-третьих, костяная броня также будет и оглушать противников А значит тоже будет запускаться кольцо Приговор Крисбина То есть вам лучше костяную броню прожимать именно возле противников тогда Когда порогает как раз гибав у кольца собранной стихии на увеличение физического урона Вы тогда противников оглушите Приговор Крисбина к кольцо запустится Ну и под физический баф от кольца собранной стихии Вы будете их довольно-таки неплохо уничтожать И еще хочу напомнить по поводу умения пожирания То есть что касается трупов, я думаю понятно Трупы появились, вы этот скилл прожимаете и вы восполняете себе здоровье А вот когда работает царство мертвых, дорогие друзья Там по сути нам трупы не нужны И вы это умение пожирания можете спамить без проблем Так что как только царство мертвых активировали Поддерживаем наше умение вампиризм То есть атакуем противников Ну и параллельно прожимаем наше умение пожирания Для того, чтобы себя выхиливать Вот и весь геймплей Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под роликом А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр Ну и желаю удачи в сезонном походе Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков, пока